Пам-пам! У микрофона Карина! Сегодня хочу рассказать об игре New Ghostbusters 2, которая вышла на NES. Наша история начинается внутри старой пожарной станции, которая уже давно не использовалась по назначению. На втором этаже этого офиса в ряд будут стоять все четверо ловцов, но выбрать вы можете только двоих. Нет, проходить игру вдвоем у вас не получится, просто управлять вы будете обоими. У всех четверых охотников будут совершенно одинаковые возможности, но тот, кого вы выберете первым, будет вооружен энергетическим ружьем, а у второго в руках будет ловушка. Причем в процессе игры переключаться между ними вы не сможете, так как будете управлять только тем ловцом, у которого будет ружье. Соответственно второй персонаж будет идти за первым в качестве хвоста. Несмотря на это, оба ловца будут игровые, то есть одной кнопкой вы должны будете активировать ружье, а второй ловушку. Однако, чтобы у вас получилось поймать очередного призрака, оба ваших ловца должны будут направлены лицом к тому привидению, а это не всегда будет очень легко сделать. Когда оба охотника будут выбраны, вы сможете пронаблюдать, как эта парочка спустится по пожарному шесту на первый этаж, после чего вам будет доступно приступить непосредственно к игре. Первый уровень представляет собой дом, куда и вызвали наших охотников. На следующих уровнях скорость привидений возрастет, как и скорость различных осколков, которые те призраки будут метать в наших ловцов. Джаз и блюз для этого экшена был сделан в каком-то паранормальном стиле, что очень подходит для этой призрачной игры. Как вы уже поняли, нашим охотникам предстоит спуститься по шесту, чтобы у них получилось приступить к своим обязанностям, а вот смогут ли они переловить всех призраков этой игры, будет зависеть только от вас. Продолжение следует...